Братья и тыщи не приближают нас к Богу, ибо едим мы ничего не приобретаем, не едим ничего не теряем. Наверное, самые неподходящие, даже такие провокационные слова, которые могут прозвучать накануне поста. Но, тем не менее, они прозвучали и в нашем храме, и во всех православных храмах, и ежегодно именно перед Великим Постом эти слова апостола Павла мы вспоминаем о том, что пища не приближает нас к Богу. Конечно, чтобы понять эти слова, что имел в виду апостол Павел, необходимо знать определенный исторический контекст, но, тем не менее, эти слова имеют общее и неприходящее значение. Пища действительно нас к Богу не приближает, и ничего кроме веса мы не теряем, если от этой пищи воздерживаемся. Ну, все-таки несколько слов скажу, что изначально имелось в виду в этом послании апостола Павла. Дело в том, что мы знаем, что и апостолы, и все самые первые христиане принадлежали ветхозаветной религиозной традиции, где было огромное количество всяких ограничений, заповедей, в том числе и пищевых. Апостольский собор в Иерусалиме все эти пищевые ограничения и прочие ограничения, которые ветхозаветный человек накладывал, он их отменил. Но было одно ограничение, которое иудеями в то время воспринималось как действительно такое непреодолимое препятствие. Вкушение пищи, которая была посвящена идолам. Это действительно считалось такой для иудеев пищи мерзкой, и люди, которые эту пищу вкушали, они действительно для иудеев были, ну, вкушающим что-то нечистое. Если мы вспомним, что в основе раме свогослужения лежит общая трапеза, когда все кушают вместе за одним столом иудею, христианину, бывшему иудею, сознавать, что он вкушает трапезу с теми же людьми, которые вкушают, но эту идолевскую мерзость было очень неприятно. Поэтому апостол Павел, с одной стороны, говорит, что даже пища, оскверненная идолами, она нас от Бога не отлучает. Пища не способна нас к Богу не приблизить, не отдалить от Бога. Это не имеет никакого отношения к нашей духовной жизни. С другой стороны, он учит, что в этом нужно руководствоваться любовью. Не все, он говорит, имеют это знание. Знание надмевает, а созидает, назидает любовь. И вот из любви к людям, для которых это серьезное препятствие, апостол Павел готов, как он говорит здесь, не есть мясо, к нашему посту это не имеет никакого отношения. Но тем не менее, это этот принцип, который определяет здесь апостол Павел, нам очень важно понимать во время поста. Пост – это жертва, но жертва для нашего близкого, для жертва ради нашего ближнего, жертва нашей любви. Не абстрактный, а вполне конкретный ему любви, вполне конкретному человеку, который находится рядом с нами, которого мы можем этой любовью поддержать. Наверное, напрасно думать, что отказываясь от чего-то, мы непосредственно жертвуем в Ветхом Завете. Мы помним, опять же, существовала традиция жертвоприношений. Люди приносили в храмы жертву животных. Но в псалме Господь говорит, если вы думаете, что я пью кровь козлов или ем мясо тельцов, вы ошибаетесь. Если бы я нуждался в пище, я бы не вас об этом просил, моя вся земля. Но вокруг нас есть люди, которые действительно нуждаются. Ни в чем не нуждается Бог. Не нуждаются в том числе и в нашем посте, в наших молитвах, в нашем богослужении. Но нуждаются люди, которые находятся вокруг нас. И евангельское чтение как раз говорит о том критерии суда, который предъявляет Бог людям. Тут не упоминается ни хвост, ни молитва, ни даже участие в таинствах. Господь не упоминает. Благословенная Царь наследует Царство, потому что они оказали милость голодному, жаждущему, нагому, находящемуся в тюрьме или в больнице. И именно через это, через любовь, жертву для близкого они смогли послужить Богу. Что вы сделали одному из малых сих, вы мне это сделали, говорит Господь. Я думаю, что если мы в течение всего поста будем об этом постоянно себе напоминать, и еще лучше по мере сил пытаться это как-то к своей жизни приложить, видеть в посте возможность послужить ближним, проявить им любовь, то тем самым мы действительно откроем для себя Бога, послужим Богу и встретимся с Ним пасхальные радости, воскресения, и Бог даст будущим Царство Небесным и вечной Его жизни. Аминь. 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 Аминь.